Елочку. Пойдем? Дед Мороз, пойдем елочку нарисуем. Пойдем? Пойдем, он хороший. Пойдем. Елочку мы с тобой зелененькую нарисуем и зайчика красивым под елочкой, да? Давай. Где ты хочешь с ней? А сейчас я начну рассказ про этот инструмент. Меня зовут Елена Викторовна. Поможет мне будет? Артем Владимирович, наш концепт-местер на синтезаторе. Значит, Домбра. Древний русский инструмент. Видите, какой он круглый сзади. Инструмент круглой формы. Я тоже как-то патюшку похож на русский язык. Кто-то играл данный инструмент. А кто-то знает такой, знаете инструмент такой, банжо? Да. Банжо. Мы на них играли только черно-белое. Ковбои на них играли, правда, Бамерик? А на них играли как Домбра. Да, тоже инструмент круглой формы. А еще есть такая Домбра. Да. Это у нас, значит, в Киргизстане ребята тоже играют. Да, да. У таджиков тоже есть свой инструмент. Кстати говоря, у итальянцев тоже есть круглый инструмент. Называется мандолина. Круглые инструменты есть почти у всех. И у русских людей тоже. Называется Домбра. Причем инструмент уникальный. А вы знаете, что он был запрещен? Да, я знаю. Играли на нем скоморохи. И его сжигали к тому же. Да. Играли на нем в Древней Руси. Две тысячи лет назад, представляете? Первое упоминание. Две тысячи лет назад. Играли на нем скоморохи. А потом скоморошество на Руси, значит, прекратилось. И по указу царя, да, запретили этот инструмент. И Домбра исчезла. Домбра исчезла. А как оно у вас, Домбра, если оно исчезло? Ух ты! Вот это очень интересный вопрос, ты знаешь. Скажи, пожалуйста. Он собирал народные инструменты, он нашел. 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 Он нашел инструмент круглой формы 150 лет назад. Звали его Василий Андреев. Он нашел инструмент круглой формы у знакомого своего в деревне. И нашел, что в летописях она называется Домбра. И воссоздали его. По примеру, кстати, балалайка. Балалайка младшая, сестра Домбра. Да, балалайка появилась после того, как Домбру запретили. И у нас сейчас, благодаря Василию Андрееву, имеется вот такой красивый инструмент. Смотрите, он есть. С точком. Три струны. Разные породы дерева, разноцветные. Видите, какой. Есть деревянные части, а есть металлические. Есть замечательные ребята, которые умеют на них играть. И сейчас они Вам продемонстрируют свое мастерство. Но эти ребята только начинают свой музыкальный путь. Они не так часто выступали, они так рады сегодня к Вам прийти. Давайте мы послушаем первого участника нашего концерта. Это будет Миша Филимон. Миша, Миша у нас учится на Домбре уже 4 года. Уже 4 года учится на Домбре. Он Вам сыграет произведение, которое называется «Шуточное». Возможно, такие произведения играли в скоморохе на Древней Руси. Так, значит, Миша, что тебе понадобится для исполнения? Коврик, да? Покажи, коврик, который у тебя. Вот, коврик ему понадобится, чтобы Домбр не скользил, да, Миша? А еще что тебе понадобится? Идиатор. Идиатор. По струнам играть. Да, это мы с Вами попробуем. Да, это мы с Вами попробуем. И еще, Вариночка, подай, пожалуйста, подставочку. Вот такая. Это такая подставка для Домбр. В гитаре пальцем. Присаживайся. Вот Миша кладет коврик, кладет дома. Песня называется «Я коврик». Видишь, я коврик на подставку. Вот видите, как сидит Домбрист? Я знаю, только сижу. А я ему немножечко помогу. Можно я к тебе присягу? Древний террорист. Произведение называется как? Шуточное. Поехали. 3, 2, 1 1, 2, 3, and 1 Н Derek И Канаськи А вы, если хотите, можете хлопать А можете топать Если вам понравится, можете похлопать Если я буду топать, то этот концерт кли Apatou Нет, не надо Чуть послабее можно Да, ну давайте Ты даже не же смориться Субтитры подогнал «Симон» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА